Узнать о вакансиях и найти работу или найти сотрудников в свою организацию с начала этого года можно на электронном портале. Работа России – федеральная база вакансий резюме, проверенных государством. На прием заявлений в электронном формате от граждан и работодателей органы службы занятости перешли с 1 января 2022 года. Банк вакансий на портале «Работа в России» совместно формируется как центрами занятости населения, так и работодателями. Несмотря на масштабы, соискатели при подборе подходящей работы могут не переживать, что столкнутся с какими-либо недобросовестными компаниями или организациями. Так как каждый работодатель, который размещает информацию о свободных рабочих местах на портале «Работа в России», он проходит строгую проверку, что исключает все случаи столкновения с мошенничеством или нарушением трудового законодательства. На портале соискатель может узнать подробную информацию о регионе и оценить его социально-экономическое положение. О каждом работодателе также размещена подробная информация, как и об его участии в инвестиционных проектах и других региональных программах по снижению напряженности на рынке труда. Поэтому, когда соискатель подбирает подходящую работу или, например, его приглашают на собеседование, будь то наш регион или другой субъект Российской Федерации, он может заранее оценить привлекательность нового рабочего места. Чтобы воспользоваться услугой на портале «Работа в России», прежде всего, соискателю нужно пройти авторизацию на единой цифровой платформе «Работа в России», где он воспользуется паролем и логином от сайта госуслуг. Второй шаг для соискателя на портале – создание резюме. В нем нужно указать желаемую профессию и всю информацию о себе, подробно рассказать о предыдущей трудовой деятельности и образовании. На основании этой информации будет подбираться работа. Важно также учесть и то, что пока гражданин состоит на учете в службе занятости, нельзя удалять резюме или скрывать данное резюме. После того, как он разместил резюме, оно должно пройти модерацию. Как только резюме у соискателя одобрено, он может перейти к следующему шагу – это подача заявления на подбор подходящей работы. Найти работу на портале могут как граждане, получающие пособие по безработице, так и те, кто не претендует на признание безработным. Гражданам, подающим заявление не по месту жительства, необходимо в течение пяти дней лично обратиться в органы службы занятости. Иначе в приеме заявления на портале будет отказано. По указанной информации происходит подбор подходящей работы, которая поступает гражданину в личный кабинет, где гражданин из перечня предложенной подходящей работы расставляет приоритеты по тем вакансиям, которые он считает для себя наиболее привлекательными. После того, как он расставит приоритеты, ему можно будет уже рассчитывать на прохождение собеседования от работодателя. Портал «Работа России» также является удобным сервисом по поиску сотрудников. Данные от работодателей автоматически передаются в органы службы занятости, исключая передачу информации на бумажном носителе. Какие же виды отчетов относятся к тем, которые работодатель может передать посредством портала «Работа в России»? Это информация при принятии решения о сокращении численности или штата работников, принятие решения о ликвидации предприятия, принятие решения о введении неполного рабочего дня смены или неполной рабочей недели при остановке производства. И еще один вид отчета – это информация о рабочих местах для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты. Для работодателей также есть пошаговая инструкция о том, как пользоваться порталом. Вся схема аналогична той, которую используются искатели. Субтитры создавал DimaTorzok